Как и в прошлые годы, во время первого срока управления городом, вектор работы главы Самары Елены Лапушкиной сохраняет социальную направленность. По итогам 2022 года и начала 2023, дети от 3 до 7 лет полностью обеспечены местами в детских садах. Способствует этому как открытие новых учреждений для дошкольников, так и возвращение в систему образования зданий, в которых сады находились раньше. Новые места открылись в Куйбышевском и Советском районах. Появились позиции в дошкольные учреждения после переоборудования и ремонта действующих детских садов. Вопросы с доступностью дошкольного образования практически решены. Также, благодаря реализации нацпроектов, Самара еще сильнее приблизилась к решению задачи, которую поставил президент Владимир Путин. До конца 2023 полностью обеспечить места в детских садах для ребят в возрасте до 3 лет. По итогам 2022 года этот показатель составил 98%. В прошлом году в свои двери открыли три новых дошкольных учреждения. Создано 319 мест, из них 106 ясельных. Два учреждения находятся в одном из самых густонаселенных районов города, в Октябрьском. За прошлый год положительные изменения наступили и в сфере общего образования. В Октябрьском районе Самары открылась новая школа номер 26 на 850 мест. В 78 учреждениях провели капитальный ремонт. Обновили пищеблоки в 38 школах, что в два раза больше, чем в 2021 году. Усилили и систему охраны в учреждениях. Безопасности детей уделяется большое внимание. Впервые все объекты образования охраняются силами частных предприятий и организаций. Все школы оснащены средствами управления эвакуацией людей, металлодетекторами, кнопками экстренного вызова полиции. Средства направили и на оснащение общеобразовательных учреждений системами наружного освещения и видеонаблюдения. Улучшили и противопожарную безопасность. Продолжается строительство и ремонт школ. Мы видим количество проектных документаций, которые прошли экспертизу. И уже, так сказать, выдаются РСКИ, разрешение на строительство. Это и дополнительная школа в Лугаре, и дополнительная школа в Крутых Ключах. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» выполнили первый этап благоустройства парков «Молодежные» и «Воронежские озера» в промышленном районе. Работать там продолжат и в этом году. В 2022-м преобразились сквер у дворца бракосочетания на улице Сергея Лозо в Красноглинском районе, сквер Куйбышева в Куйбышевском районе, пространство около дома номер 170 по Ташкентской в Кировском районе. Обновляются и дворовые территории. Очень отрадно, что в этом участвуют жители непосредственно. Потому что идет и голосование жителей, и их участие в проектировании на всех этапах и, естественно, в контроле. Мы совместно с жителями постоянно находимся в контакте и постоянно те или иные территории объезжаем, смотрим и с подрядчиками, и с жителями и даем какие-то свои советы, свои пожелания. Отдельное внимание в администрации Самары уделяют помощи населению. Сейчас в городе оказывают 72 меры социальной поддержки. 31 за счет средств бюджета муниципалитета. Кроме того, за последний год введены три новые программы помощи. Власти города активно содействуют переселению людей из ветхого непригодного жилья. За 2022 год новый дом обрели 764 семьи. Приобретено 2459 жилых помещений, что в четыре раза превышает показатель 2021 года. Говорили на заседании и о специальной военной операции. Администрация города продолжает активно помогать военнослужащим и их семьям, волонтерам и общественным организациям, работающим на благо защитников страны. Елена Лапушкина отметила, что продолжают оказывать поддержку добровольческим инициативам. Помогали помещениями, расходными материалами, инструментами, оборудованием, многим другим. Помогали тем, кто объединившись занимается плетением маскировочных сетей, шьет спецодежду, сбором, отправкой на фронт предметов первой необходимости. Улучшается в Самаре и жилищно-коммунальное хозяйство. Только за прошедший год на территории города за счет внебюджетных средств модернизировали 43 километра тепловых сетей. Возводят новые котельные для жителей Куйбышевского района, что обеспечит стабильное поступление тепла. Объекты заменят действующие теплоисточники, которые физически износились и не подлежат ремонту. В рамках развития транспортной инфраструктуры в эксплуатацию вводят новые дороги в разных районах города. Так, в Волгаре в 2022 году завершена прокладка двух новых маршрутов. Отремонтированы дороги на таких оживленных улицах, как Гагарина, Волжский проспект, Вилоновская, Физкультурная, улицы Магистральная и Алматинская, Советской армии и Сергея Лозо. Основным направлением деятельности, как прозвучало в докладе, конечно же, является социальная направленность. То есть работа администрации в основном сводится к улучшению жизни наших горожан. Сегодня в докладе прозвучало очень много цифр, очень много фактов, направленных именно на то, чтобы жить в нашем городе становилось лучше. Подводя итоги прошедшего года, глава Самары подчеркнула, что со всеми задачами администрация справлялась сообща с правительством региона, депутатским корпусом и жителями города. Огромную поддержку оказывал губернатор Дмитрий Азаров. Участники заседания Думы отметили, несмотря на то, что многое уже сделано, главное по итогам работы главы города созданы заделы на новые свершения. Михаил Ермоленко, Игорь Казановский. События.